Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Три месяца назад атлет был подписан немецким проектом MAUZ Будет интересно понаблюдать за тем, как справиться с новыми ролями эти две звезды Прошедший тур ESL Major Series, состоявший из двух матчей, привнес значительную интригу в положение дел на этой крупнейшей лиге В группе B столкнулись две объективно лучшие команды турнира FACULTY и EMULATE Француженкам нужна была победа, чтобы уверенно ощущать себя в группе Однако в напряженной игре немки проявили свой потрясающий для женских команд индивидуальный характер И смогли одолеть своих соперниц на D-Inferno со счетом 16-12 Клуб AI внесли изменения в свой Counter-Strike Source состав Сразу после LAN-79 Мэтт Зести Линборн покинул команду, поскольку он хотел сосредоточиться на учебе Чтобы заменить его, клуб AI взяли Криса Ходшотфуллера, бывшего игрока Inertia CSS Кроме того, в организацию вступил Марк Ивов Портер, который выступал за TLR в прошлом Кэнтиш не перешел в датский экспериенс, поэтому на данный момент он является официальным шестым игроком Сенсацией завершился игровой день European Nations Championship 2008 в дисциплине Counter-Strike 1-6 Давненько нехватавшая звезд с небосборной Испании взяла да переиграла представителей Финляндии Испанцы таким образом всерьез заявили о своем желании продвинуться как можно дальше в текущем розыгрыше Это уже третий к ряду победы команды с Пиренейского полуострова Испанцы делят первую строку со шведской сборной, но пока уступают ей по разнице взятых и отданных карт Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с пистолетом Desert Eagle Desert Eagle, или просто Deagle, самый мощный пистолет в игре Пробивает незначительные заграждения и двери с тем же успехом сносят головы врагов В умелых руках Deagle ведет себя ничем не хуже автомата Относительно прост в применении, но чтобы стать мастером стрельбы из Desert Eagle Нужна тренировка и понимание этого замечательного оружия Основные правила обращения с Desert Eagle Патронов мало, расходуйте их экономно Старайтесь целиться в голову В ближнем бою против одного соперника можно стрелять в быстром темпе Не забывая про хэт врага Стрельба на бегу С Desert Eagle можно стрелять и на бегу При движении вперед на врага используйте стрейф и стреляйте Вас будет трудно попасть, а вы будете с каждой секундой ближе и страшнее Используйте первую пулю, так как она всегда летит в цель Можете выпрыгивать из-за ящика и в прыжке сносить врагу голову Не бойтесь вступать в перестрелку на дальних дистанциях Но, если есть возможность, то лучше подпустить врагов поближе и потом убить В ближнем бою Desert Eagle решает больше, нежели в дальнем Мы – виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Вольно Разойдись Смотрите далее Новая лазерная мышь со спортивным дизайном и карбоновым покрытием И, конечно, сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами MGC и Forza в дисциплине Counter-Strike Source Представляем обзор киберспортивных девайсов Кроме разработки лучшего дизайна для ПК, дизайнер не забывает и о периферии Так, у француза Маорина Дониада совместно с Николя Булардом родилась идея сделать свою особенную клавиатуру, отличную от большинства Как видно по фото, здесь дело не только в раскладке, она явно не QWERTY, но и в размерах и принципе использования Скорее она напоминает коврик или дорожку, чем привычный кусок пластика с множеством кнопок Ее клавиши нужно не нажимать, а в буквальном смысле топтать Почти год назад компания OCZ Technology продемонстрировала любопытное устройство по имени Neural Impulse Actuator Три закрепляемых на лбу пользователя датчика преобразовывали электросигналы в команды, понятные компьютеру Например, движение глаз из стороны в сторону могло заставить персонаж компьютерной игры скользить в поперечном направлении Прошел почти год, и компания заявила о готовности начать серийные поставки устройства на потребительский рынок Пользуясь своим успехом на поприще видеокарт и в частности графического процессора G92 Компания NVIDIA создала очередную видеокарту на его основе Самое интересное заключается в том, что новинка полностью идентична представленной ранее видеокарте GeForce 8800GS Узнать модель видеокарты можно только по наклейке, либо, конечно, достав саму видеокарту Под системой охлаждения на лицевой стороне видеокарты скрывается графический процессор G92 и 6 чипов видеопамяти, формирующих объем 384 МБ Genius представляет лазерную мышь Genius Navigator Отличительной особенностью мыши является яркий спортивный дизайн и карбоновое покрытие Которое обеспечивает гладкое скольжение и устойчивость к царапинам и другим повреждениям Лазерный сенсор обеспечивает плавное перемещение по различным поверхностям и точность наведения курсора Что крайне необходимо в играх и при работе с графикой Кнопка Turbo может использоваться в качестве дополнительной кнопки Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами NGC и Форзе Команда Форзе явилась следующим составом Капитан Андрей Хома Мироненко Владимир Дарк Уваров Борис Снуп Подвальщиков Алексей Хелл Новиков Иван Фин Качугов В составе Форзе выступают очень сильные игроки Каждый из них является личностью, имеющей свои интересы, приоритеты и цели В бою с Форзе отстаивали свою честь следующие игроки команды NGC Капитан Александр Лимпер Ловков Сергей Айсберг Саблев Кирилл Тифон Соловьев Антон Хаксфлакс Загуменнов Андрей Марковка Ермаков Игроки команды NGC всегда являлись членами сборной России, что говорит о высоком доверии к ним со стороны комьюнити Каждый из них может сотворить маленькое чудо На этот раз команды встретились на карте Дэд Рейн Команда Форзе готова защищать планты от NGC, которые играют на стороне террористов Первый раунд Так называемый пистолетный раунд Форзе начинают действия с родными USP Финн бежит к пожарной лестнице Дарк его прикрывает сзади Остальные на B Хама в дальнем коридоре ходит Лимпера Который шел впереди толпы терроров Айс быстро среагировал И пустил пулю из Desert Eagle в голову Хамы Снуп и Дарк сразу ринулись на подмогу Хеллу Который остался на пленте B1 Финн убивает морковку А Дарк расправляется с последним представителем команды террористов Стифоном Разминировав плант Форзе вносят первое победное очко в свою копилку Форзе ведут со счетом 4-0 Пятый раунд встречи Первым на свой счет Лимпер записывает Дарка Которого он убивает со слона в дальнем переулке Вторым фрагом на счету у Лимпера становится Хелл Хама убивает Айсмана на зигзаге планта B Хама дожидается окончания раунда за бочкой в дальнем коридоре Зато сохраняет оружие и деньги К десятому раунду счет 6-3 в пользу контртеррористов Снуп с М4А1 кладет Лимпера с АВП Следом отличился Хама, который минусовал Тифона Но его с Диглом ходит Айс Хелл помогает Снупу в перестрелке с морковкой В это время Айс заминировал плант, но его настигает пуля Фина А Айсману достается кусок свинца в голову от Хелла Хелл обезвреживает бомбу и приносит седьмое победное очко своей команде Смена сторонами 10-5 в пользу Форзы Пятый раунд Обе команды накопили денег и обзавелись хорошим арсеналом оружия Хелл и Хама у дальнего переулка Снуп на зигзаге ходит Тифона Дарк в дальнем коридоре со слона валит морковку С Тифоном расправляется Хама Чуть позже он разбирается с Лимпером Тем временем Финн расправляется с Айсом, но погибает от выстрела Айсмана За Фина мстит Хама, который отважно боролся против Айсмана с Глоком Форза отыгрывает у МГС второе очко Счет 7-2 Первым делом Лимпер убивает Хелла, а Айс получает пулю в лоб от Хамы Морковка также пулей в голову мстит Хаме за Айса Но его ходит поджидавший между вагонами Финн Из злополучного зигзага высовывается Тифон и расстреливает Фина Айсман цепляется головой за пулю Снупа, которого чуть позже убивает Лимпер Тифон из-за угла зигзага убивает последнюю проблему в этом раунде, а именно Дарка 8-2 в пользу МГС Общий счет встречи 16-13 Обе команды показали отличную игру Поблагодарим команды Поздравляем победителей До скорого! Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин